Собственно, эти самые нацисты. Кто они такие? Генетически они русские? Нет никаких сомнений. Любой специалист по ДНК, генеалогия вам это докажет. По языку они русские. По культуре они тоже выходцы, собственно, с русской культурной среды. Я бы их назвал вырусью. А вот вырусь — это тот, кто, будучи русским, начинает русское ненавидеть. Начинает ненавидеть себе, вокруг. Это вот вырусь. Это люди, отрекшиеся от своей русскости и ставшие антирусскими. Вырусь не безобидна. Вырусь — это бандеровцы, которые в период гитлеровской оккупации расстреливали людей, жгли села, хатынь — это символ трагедии, венониками которой являются, прежде всего, бандеровцы. То есть вырусь — это нелюди, я бы так сказал. Еще одно определение. Но они нелюди, которые отличаются одним качеством. Они русофобы, прежде всего. То есть для них главный враг — это, по сути дела, они сами. Потому что выросшие с русской, так сказать, культурной почвой, они стали антирусскими. И есть такая даже, знаете, психиатрия-болезнь, называется автофобия, когда человек вдруг начинает ненавидеть сам себя. Вот вырусь, понимаете, это хуже фашистов немецких. Потому что если немецкие фашисты, они имели некую мотивацию, которая была основана на, в общем-то, их представлении о том, что они, так сказать, некая сверхнация, то вырусь — это просто люди, ненавидящие все вокруг. Это... которые сами вывернуты наизнанку, как бы. Они все позитивно имеются знаком минус. Я считаю, что с ними вообще диалога быть не может никакого. Это вырусь — это любимое детище американцев. Это их любимцы. Они их халили, они их выращивали. Их идеолог Белецкий не вылезал, так сказать, из Вашингтона. Им аплодировали чуть ли не стоя конгрессмены. Вот они эту вырусь, в общем-то, слепили. И так далее. И так далее.